Радио Болткома Корректор А.Кулакова За строгое исполнение тех или иных ограничений. Самое главное решение должно быть, это когда начнется вакцинация населения и с чем нам ее ждать, какие сроки и так далее. Ведь победить эту болезнь можно только при помощи вакцинации. У здравомыслящих людей вроде как сомнения не вызывают. Но как мы знаем, то в конце декабря наша правительство взял и отказался от миллиона доз вакцинации. И самое интересное, премьер заявляет, что мы не знаем, кто принимал решение, какое-то расследование провели, это тоже ничего не дало. Что я могу одно сказать? Нашему государству очередной раз не повезло, потому что, на мой взгляд, за последние 30 лет это самое безалаберное, бесполезное, неспособное правительство в истории восстановленной Латвии. Даже так? Потому что те решения, которые они принимают, они абсолютно не продуманы. По целому ряду проблем. И я давным-давно уже говорил о том, что на заседании комиссии, о том, что, ребята, у нас члены правительства вообще ходят по земле или витают в облаках? Они вообще понимают, какая реальная ситуация, с чем люди живут и так далее. Это и ограничение покупок в магазинах и так далее. Но на сегодняшний день вроде как наконец-то разородились, что в продовольственных магазинах там можно будет закупать вроде как все. Вот именно так. Прямо в эти минуты приходит сообщение по каналам Леты, что да, все-таки одобрили, что если ты уже зашел, не знаю, в Рим или в Максимум, что ты можешь купить не только продукты и носки, а теперь можно и нижнее белье покупать. Я задавал, извиняюсь за определение, вот такие тупые вопросы на заседаниях комиссии всем представителям и говорил. Я говорю, слушайте, вы хотите сократить время общения, но зачем, если мне нужна какая-то деталь, я захожу в магазин, пишу сообщение и потом отсылаю, вместо того, чтобы там потратить одну-две минуты на закупку. Да, полчаса я тратил. На какие-то вещи. Я теряю 20-30 минут. Это действительно у нас, правительство, очень неудачное, неудачное время, но, наверное, мы такое заслуживаем, коль за таких людей и голосовали. У нас интересная коалиция. Я уже тут выступил с предложением, как только будет открыт закон Карт-Ибс-Рулс, так и поддам предложение о том, что в парламенте можно создавать фракцию, которая будет состоять из людей, которые подозреваются в преступлениях. У нас уже целая фракция получается. У нас много это коалиции говорит, и когда приходило к власти, мы за хорошее управление, прозрачное, чтобы соответствующие профессионалы везде занимали должности и так далее, и так далее. Ну а что на деле? У нас одной комиссией по правам человека руководит человек, который очередной раз выдан для уголовного проследования. Парламентский секретарь Министерства финансов, подсудимый, руководитель комиссии по финансовому бюджету, провальный банкир, который должен вернуть несколько миллионов. Комиссией по развитию руководит печально известный господин Пуци, над которым тоже зависел Дамоклов меч по поводу привлечения к уголовной ответственности. Юридическая комиссия руководит человек, который... Подозревается в возглашении государственной тайны. Так я понимаю, да? Совершенно верно. И, кстати, много возмущений у населения вызвало и правильное решение Конституционного суда по поводу определения самой семьи. Да. И хотя, на мой взгляд, Конституция четко и ясно определяет, что такое брак, что это брак, это союз между мужчиной и женщиной, дальше следует определение семьи. Но меня больше всего возмущает решение Конституционного суда по поводу того, что депутаты, которые привлечены к уголовной ответственности, могут спокойно исполнять свои служебные обязанности. И это абсурд. Полицейские, которые только подозреваются, судьи, прокуроры и так далее, не могут исполнять свои служебные обязанности. А депутаты, как я уже перечислил, они не только являются депутатами, они являются руководителем комиссии. И голосуют, разумеется, за члены и законы. И вчера был яркий пример за употребление, на мой взгляд, служебным положением, руководителем юридической комиссии, господином Юрышем, который не посвязнялся критиковать прокурора, который поддерживает обвинения против него в суде. Но, и причем прокурор не может ответить. Он не допускается на заседание парламента. Что же означает, что те же самые председатели комиссии, они продолжают занимать эти должности, они вызывают судей, прокуроров на ковер, дают ценные указания, критикуют их вдоль и поперек. И потом идут в суд, и мы будем ждать объективного судебного разбирательства? Конечно, нет. Людей, конечно, возмущает там решение суда по бывшему председателю железной дороги. Господин Амагунис, да. Но, вместе с тем, не имея на руках даже документы по поводу решения, краткое решение, уже не говоря уже о развернутом, критиковать какого-то судью, но, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Во-вторых, на мой взгляд, в данном уголовном деле имеют все те же самые недостатки, которые были допущены в период, когда в этой службе активно работал господин Юрыш или иже с ними люди. И там очень-очень много недоработок. Если верить в то, что опубликовано в масс-медиа, то, получается, переговоры телефонные не расшифрованы были, анализ не делан, плана работы нет. Произведен монтаж прослушанных переговоров и так далее, и так далее. То есть, сейчас абсолютно свою некомпетенцию по данным делам пытаются спихнуть на других. Вспомним эти прослушанные переговоры в бане. Кауринь-Пирс. Ведь они так и как лежали под сукном, так и продолжают лежать. Вспомним праваное дело по поводу олигархов, где тоже он и служба не блистала. Я надеюсь, что после смены руководства данной службы там и качество работы улучшится. Но к этому должно пройти еще достаточно большое время. Но мне, допустим, действительно непонятно, как депутаты могут исполнять свои обязанности, принимать законы, чехвосить доли поперек разных чиновников, а ни полицейские, ни судьи, ни прокуроры даже близко не допускают к исполнению своих обязанностей. Это абсурд. Я вас перебью. Там еще два момента, чтобы мы успели обсудить. Все-таки вы уже об этом говорили в самом начале по поводу выдачи, снятия, я бы сказал, иммунитета депутатского с господина Кайминча. Вчера по этому поводу были бурные депутаты. Сам Кайминч выступал, вспоминал, как он помогал правящей коалиции, а они ему отплатили суровой неблагодарностью. Но это может быть такой отдельный аспект, очень пикантный. Но, тем не менее, нужно ли было вообще выдавать господина Кайминч правосудиус? Потому что сам Кайминч указывал, что трижды меняли формулировку, а в результате оказалось, что он подозревается в подделке каких-то бухгалтерских документов. Ну, то, что я голосовал за его выдачу, потому что она за собой абсолютно ничего не влечет и ничего не меняет. Господин Кайминч как был председателем комиссии, так и остается. Судя по всему, да. Первый раз, когда принимали решение по поводу господина Кайминча, и я, и наша фракция голосовали против, потому что, опять же, это был чистый шов. В решении о выдаче даже не было указано фамилии депутата, не говоря о том, что не было указано, это мужчина мы выдаем или женщина выдаем, и так далее. Там было целый ряд нарушений. А господин Кайминч, если до этого в 12-м сейме себя показывал, как ярый борец с правительством, критиковал и так далее, то сейчас, последние два года, он перебитнулся, сменил свой мундирчик, овчинку. И что получилось? Оказывается, когда он был нужен, когда надо было утвердить правительство Кайминча, то он и его голоса, его фракции были нужны. На сегодняшний день он абсолютно не нужен и не надобен. И когда там пытаются сказать, что это некие олигархи, тогда сфабриковали дело, ребят, посмотрите, откуда ноги растут. И кто был в то время заинтересован, чтобы заткнуть рот в то время господина Кайминча. Он изменился, он начал прислуживать тем, кто его туда и определил, да, и что в итоге он получил? Он получил то, что и заслуживает. И, кстати, вопрос выдачи господина Кайминча очень тесно переплетается также и ситуация в Латвии в целом по правам человека очень тесно переплетается по поводу резолюции, которую вчера принял и наш парламент. Да, вот по поводу резолюции я как раз хотел вас спросить. Напомню, что вчера семь большинством голосов принял такое грозное заявление парламента с требованием незамедлительно освободить, требованием к России, разумеется, незамедлительно освободить Алексея Навального. Также я так понимаю, что в этом постановлении выражается протест или недовольство задержанием демонстрантов, которые выходили в эти последние дни на улице Москвы и других городов, я так понимаю, что вы не поддержали, вот как депутат, не поддержали эту резолюцию, заявление. Почему? Наша фракция приняла решение не участвовать в голосовании, не голосовать, потому что это абсурдная резолюция, она не первая и, к сожалению, очевидно, не последняя. Я посчитал, за последние годы мы приняли осуждающих резолюции, то, что касается России, нацать. Все они не продуманы. Мы даже, я говорил по поводу уголовного дела господина Магониса, да, подавляющее большинство, в том числе министр юстиции, не может быть знаком со всем этим уголовным делом. Но все тут же и критикуют. Аналогичная ситуация и по господину Навальному. В Российской Федерации есть свое судопроизводство, есть уголовное право. Человека привлекают к уголовной ответственности. Человек перед этим получил условный срок. Я понимаю так, что он что-то нарушил. Даже не суть важна. Но наша фракция привыкла работать с фактурой, а не просто голословно верить одним или другим. Почему-то правейшая коалиция не предложила парламенту принимать резолюции по событиям в Капитолии, когда бунтовщики вломились там. Почему-то все нормально воспринимают, что полицейские в Соединенных Штатах Америки убили чернокожего преступника. И тут же начались массовые протесты. Хотя всем понятно, откуда ноги растут, и кто это все финансирует. И здесь, понимаете, мы принимали очень много резолюций, только толку от них никакого. Если бы парламент принимал бы продуманные, взвешенные резолюции, то к этим резолюциям действительно прислушивались. Резолюции, которые имеют под собой фактуру. Если это резолюции только в угоду кому-то, если кто-то сказал лайки, и наши шапки начинают лаять, мы в этом не участвуем. Можем вспомнить хотя бы резолюцию, то, что касается случаев в Керченском проливе, когда российские морские пограничники задержали украинских военных моряков. Это было чистой воды провокации. После этого еще при живом президенте тогдашнем Порошенко, который исполнял обязанности, было возбуждено уголовное дело об измене государства против него. Дальше мы принимали какие-то постановления по поводу событий в Белоруссии, по поводу тех же самых вагнеровцев. Господин Порошенко признается, что эта операция была осуществлена с его одобрением и так далее. Я не против того, чтобы принимали взвешенные резолюции. Но просто, чтобы кому-то угодить, чтобы кто-то мог вести свою игру за наш счет, я под это не подписываюсь. И если посмотреть итоги прошедшего года, то только транзит через ЖД у нас упал на 45%. Ребята, это же безработные. Это куча проблем. Нет, мы с удовольствием будем на эту тему беседовать. А те действительно важные проблемы, которые есть у нас, и самое важное у нас на сегодняшний день, это пандемия, как с ней бороться, и как мы будем жить после этого, это абсолютно, на взгляд руководителей нашего государства, абсолютно второстепенный вопрос. Самое главное, кого-то осудить. Да, значит ли это, что вы против ужесточения санкций в отношении России и введения новых вот таких точечных санкций в отношении должностных лиц Российской Федерации, к чему призывает, я так понимаю, глава МИДа Латвии Иринкевич? Ну, очень плохо, что у наших правящих нет своей головы, они не соображают. Какие санкции нужны и выгодны нашему государству, которые абсолютно невыгодны. Язык санкций ни к чему не приводит. И давайте вспомним историю. В свое время обложили Беларусь и господина Лукашенко всякими санкциями. Потом на Западе придумали вариант, что давайте Беларусь использовать как инструмент, который будет расшатывать Россию. И тут же целый ряд санкций из него сняли. Западники начали дружить с Лукашенко, забыли, что он там якобы диктатор, ауторитатор и так далее. И давайте ездить к нему в гости. Его приглашали в гости. Наш премьер нынешний посетил Беларусь и вручал подарки, фотографировался, даже на русском разговаривал. Так что... А потом вдруг изменилось. Тут сменили пластинку. И наши тут же побежали исполнять танец под эту музыку. Вот и все. Опять же, ничего не продумано. И не продумано с точки зрения о том, что нужно Беларуси, что нужно России и так далее. Я и мои коллеги во фракции уверены, что и российский народ, и белорусский народ достаточно велики, чтобы сами могли принимать решения и определить, какой строй им выгоден и какие руководители должны находиться у власти. И прежде чем кому-то советовать, что надо делать, давайте наведем порядок хоть какой-то у себя дома, а потом уже будем других учить на своем примере, как делать то, другое или третье. Да, вот, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Вот вы в самом начале сказали, что это правительство, на ваш взгляд, правительство Каренча, одно из самых слабых за последние 30 лет. Значит ли это, что вы не верите, что это правительство в таком составе доработает до следующих выборов в парламент? Вы знаете, в Латвии существует парадокс, что чем бестолковее правительство, тем дольше оно работает, потому что многим это выгодно. Они заявляют, что они там борются с олигархами и так далее, но обслуживают очевидные интересы других олигархов, перераспределяют, принимают решения, которые, ну, я сомневаюсь, что идут на пользу нашему государству, нашему населению. Я не говорил, что одно из самых худших, я говорил, что это самое худшее правительство, которое было на протяжении последних 30 лет. Того же самого господина Штела часто вспоминают. Так, по сравнению с ним, с этими нашими нынешними руководителями господин Штела белый и пушистый. Как это ни странно, он многие решения принимал с пользой для государства, не забывая, конечно, и свои интересы, но такого беспредела идиотизма в принимаемых решениях, как сейчас, я не видел никогда. — Последний вопрос. Вы об этом уже говорили мелько, по поводу вот этой всей истории с незакупкой вакцин. Ну, какие-то виновные два стрелочника-чиновника найдены. Считаете ли вы, что здесь есть работа для правоохранительных органов, что выяснит, почему мы не закупили жизненно важную вакцину? — Вы знаете, в свое время была ликвидирована Академия полиции. Сейчас на всех уровнях кричат о том, что «ребята, алло, у нас некачественный оперативник, некачественные следователи и так далее». Но никто даже палец о палец не ударит, чтобы восстановить статус-кво, восстановить, возродить или Академии полиции, или Академии национальной безопасности, где все могли бы пройти обучение. И прокуроры, и судьи, и полицейские. И по поводу закупки вакцин, я, по крайней мере, там и людей нужно проявлять кать к уголовной ответственности. Почему вакцину могут закупать наши соседи? Израиль практически уже закончил вакцинацию. И возвращается к нормальной жизни. А мы этого не можем. Потому что у нас премьер-министр выходит перед журналистом и говорит, да, вы знаете, мы что-то деньги давали на закупку, целый миллион выделили на закупку компьютеров, но куда деньги ушли, никто не знает. Там принимаются решения, а никто не знает, исполнятся ли эти решения, или нет контроля, нет. А полицейские, которые могли постучать по плечу и сказать, что, ребят, кончайте воровать, пора и сесть, к сожалению, таких осталось очень мало. Ну что ж, спасибо большое за этот исчепывающий комментарий. Янис Адамсон был у нас на прямой связи, депутат Сейма. Сейчас мы говорили как раз и о реакции властей Латвии на осуждение российским судом Алексея Навального, а также и, естественно, на тело пандемии. И у нас будет сейчас на связи, я надеюсь, сейчас мы будем дозваниваться до следующего нашего эксперта, который выскажет свое мнение, я так понимаю, отличное от мнения нашего эксперта Яниса Адамсона. Лев Клиот, писатель, должен быть у нас на прямой связи. Лев, доброе утро. Доброе утро. Да, я знаю, что вы тоже внимательно следите за событиями в соседней стране, в России. Я так понимаю, что вы как раз вот сторонник каких-то действий мирового сообщества по поводу вот ситуации вокруг Навального. Может быть, несколько слов об этом? Да, сторонник, раз вы так меня назвали. Да. Ну, вопросы, которые касаются взаимоотношения Латвии с Россией и участия ее в санкциях, требованиями освободить Навального. Как я понимаю, вот эти вопросы волновы, да, в первую очередь. Я считаю, что позиция Латвии на сегодняшний день абсолютно правильная, потому что тут несколько моментов. Практическая сторона этого культурного обмена с Россией, экономическое взаимоотношение при Путине, при режиме, который там существует, это трудноосуществимые моменты. Но есть моральная составляющая. Алексея Навального пытались умертвить чудовищным способом при помощи боевого химического оружия. Новичок. Эта попытка была совершена сотрудниками ФСБ. Он доказал это в своем фильме, в своем телефонном разговоре с одним из убийц. И то, что они сделали, было невозможно без распоряжения Владимира Путина. Это абсолютно понятно. После возвращения себе на родину Навального бросают в каземат. Знаете, у Лусоцкого есть строчка «Расстреливать два раза уставы не велят». Но тут уставы другие. Тут был совершенно позорный суд, абсолютный испанский стыд, абсолютное расчеловечивание. Человека заключили под стражу. Без каких-либо по-настоящему его совершенных каких-то противодействий. И третье, почему Латвия должна так себя вести, потому что наша граница – это Россия. Путин находится в состоянии изоляции. Я думаю, что в тяжелом моральном состоянии, потому что его рейтинг резко обрушился и после двухчасового фильма Навального о его дворце и отношения мирового сообщества в лице ведущих политиков мира. Это показало присутствие их на суде Навальном, когда практически представители всех западных стран приборит удар. И в такой ситуации Путин в последних своих выступлениях постоянно говорит о том, что, вы знаете, вот может произойти такие события, региональная война, региональная война, когда обижают какие-то страны. Региональная война может перерасти и глобально. И вот тогда мне очень жаль, возможно, и в стивилизации что-то случится. Это непростые слова. Я думаю, на них обращают внимание политики всего мира. Поэтому с этим нужно обязательно разбираться. Санкции, которые готовятся, как говорят пропагандисты своими штампами кремлевские, что это санкции против России. На самом деле это не санкции против России. Это санкции против конкретных чиновников, приближенных к Путину, бизнесменов, тех, кто поддерживает режим и тех, кто непосредственно участвовал в преступлениях. Но эти санкции, скорее всего, будут выглядеть как арест счетов и недвижимости этих людей за границей, где все это и хранится у них. И беспрецедентным было выступление некоторых сенаторов США о том, что будут развискиваться авуары и деньги самого Владимира Путина. Это прозвучало впервые. Это беспрецедентно. Нет такого ощущения, да, я извиняюсь, перебиваю, но все-таки нет такого ощущения, что мы в результате санкциями, может быть, об их необходимости или нет, это может быть тема отдельного разговора, что вот санкциями мы вроде бы загоняем полностью в тупик взаимоотношения России, ну, как сами говорят в Москве, с коллективным Западом, да, ну, хорошо, с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, что просто тупик, поскольку, если блокируются там счета и недвижимость вот этих должностных лиц российских, то получается, что у них больше нет выхода, ну, фактически Запад говорит о том, ну, вы там работаете с Кремлем, ну, и работаете дальше с ним. Ну, то есть они сплачивают вот эту вот группу своих противников, оппонентов. Это вопрос не только внешнего давления, это вопрос внутреннего противостояния народа, потому что беспрецедентное количество людей в экипировке, даже трудно так их назвать, это там ОМОН и полиция, эти дивизии, которые ходят по улицам городов, защищая режим от простого народа, безоружного, который выходит с мирными требованиями, мы понимаем, что внутри страны победить его, привести к каким-то демократическим реформам невозможно. Значит, отказаться и от этого, и отказаться от того, чтобы мировое сообщество как-то влияло на режим. Нет, это неправильно. Если говорить о каких-то прогнозах, хотя я не знаю, какие прогнозы тут могут быть, что дальше будет происходить, на ваш взгляд, вот с Навальным? Есть версия о том, что, может быть, в следующей, когда дело дойдет до апелляции, все-таки смягчат приговоры, уменьшат срок нахождения вот в тюремном заключении, может быть, опять заменят его условным, или власть пройдет в этом плане до конца? Я думаю, власть пройдет до конца. Во-первых, потому что Владимир Путин человек мстительный, обидчивый, и то, что сделал Навальный, показав его, как голого короля, показав этот дворец, дело-то даже не в огромных деньгах, а в том, какова сущность этого человека, его приоритеты, что ему нравится, этот крепостной театр для крепостных актеров с дверцей в комнату с шестом. И он, конечно, вот его попытка оправдаться выглядела очень жалко, и это опустило его рейтинг, и это для него, наверное, самое страшное событие, которое вообще происходило за эти последние 20 лет. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки смягчить ситуацию с Навальным, и то, что он в своей последней речи, которая вообще достойна остаться в истории, в этой речи он сказал, что моя жизнь сегодня стоит 3 копейки, по-моему, так, или изломанного гроша. Он понимал, на что идет. Это акт гражданского мужества, беспрецедентный в сегодняшнем мире. И этот человек, он не сломается, и власть это понимает. И я не думаю, что они каким-то образом смягчат приговор или выпустят его в домашний арест. Нет, я так не думаю. Они, вот такой вопрос, который часто задаются, не пытаемся ли мы, ну, находясь вот за пределами России, идеализировать Навального, ну, несмотря на то, что вы сказали по поводу его выступления и речи, ведь его пытаются примерить, как, не знаю, как оппонента именно Путина и как чуть ли не альтернативного президента. Способен ли он управлять такой страной, как Россия, или вот он оппозиционер, и это его как бы потолок? На ваш взгляд, конечно. Во-первых, я думаю, что сегодня он признан мировыми лидерами политикам самого высокого ранга, мирового уровня, бесспорно. И бесспорно он в их глазах и в глазах многих россиян является бесспорным конкурентом Владимира Путина. И это бесит Кремль, это понятно. Но сможет ли он управлять страной? Я думаю, он не будет авторитарным правителем, у него будет команда, и люди в его команде, они вызывают уважение. К нему присоединятся многие из управленцев, которые сейчас находятся за рубежом, Гуриев, например, экономист, ну, много можно перечислить фамилий. Я думаю, он будет опираться на команду все-таки. Я знаю, что ему приписывают эти авторитарные замашки, но он меняется. И то, что он сейчас сделал, ну, трудно переоценить. Что касается действительно вот такой общей позиции есть, так можно сказать, не знаю, Запада, ведь там тоже чем дальше, естественно, страна находится от границы России, и тем у него более мягкий подход к Москве. Да, к сожалению, это позиция непринятия решений, но это происходило с Европой все время, начиная с Адольфа Гитлера, когда можно было все это закончить быстро, но все случилось так, как случилось. Обычно им сложно принимать глобальные решения, они завязаны на многие факторы, личные отношения, бизнес, доплаченные политики, доплаченные журналисты, это все деньги, которые собраны с российского народа, и тут множество факторов, к сожалению, но похоже, что американская позиция твердая, обе палаты выступают единым фронтом, я думаю, какие-то серьезные подвижки в этом вопросе будут в ближайшее время видны. Ну что ж, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, большое спасибо писатель Лев Клиот, у нас был на прямой телефонной связи, напомню, мы представили две точки зрения по поводу реакции Латвии на судебный процесс в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, небольшая пауза, потом новости, потом мы выйдем в эфир со следующим гостем, не переключайтесь. Лучше